Спорт и музыка. Организаторы постарались уличить и включить в святочную программу головное захопление сучасной молоди. Каля лядового палаца прошел городский кубок по стритболе и паркуры. Были организованы пляцовки для велосипедистов и ролеров. Регистрация на споборнице проходила заходя и одразу стала видовочна. У Гомеля сберутся аматоры экстрима с усею в области. Знаете, если я один тут был, я бы не сделал, например, несколько салей. А так, ну, вот, меня подбодрили друзья, люди, все прохожие, и я им за это очень сильно благодарен. А для тех, кто любит экстрим-выключный, а для дач, у вечера мотовыстава перетворилась у захопляльное шоу. Музычную частку свята открыл дитячий ковербэнд «Леву». За ними на сцену вышли ведомые гамильчанам коллективы «Дэк Дженнилс», «Васаби Джаз» и «Ян Джанчак». Белорусский рок-музыкант, який брутальные песни дополняет игрой на скрипце. Тим часом Калягомельского цирка распочался інший музычный поединок. На битве диджею 12-ти молодым удельникам треба было сделать 20-ти хвилинный опен-эйр. Головная умова конкурса – три белорусские песни, один стиль выступления и умение якосно зводить стреки. С гэтым лепш за усіх справился Артур Искандаран, який вядомый, як диджей Пагасян. Минавит Айон поеде на республиканский этап битвы диджею, який пройде на славянским базаре. Гомель уже дважды становился победителем битвы диджеев на славянском базаре. И в Гомеле всегда, наверное, самый большой интерес к этому соревнованию диджеев. Тым часом диджей Даняс в Минску стал специальным гостем на пляцовце каля лядового палаца. Концертно-забавляльный марафон протягивался до 22-х годин. Кульминацией программы стало выступление удельника Евробачення 2014 Тео. День молодёжи, пожалуй, уже такой студенческий период. И в этот период я уже вплотную концертировал, поскольку я работал в оркестре Михаила Финберга, начиная с первого курса колледжа, потом уже университета. Поэтому, собственно, вот эта вот молодость, так её назовем, она прошла в оркестре. И поэтому мы корресили по всей стране, не только в стране мы убежали за рубеж. И, безусловно, День молодёжи, это был очередной праздник. Это был очередной праздник, когда ты находишься на сцене и даришь своё настроение людям.